Детский тренер 60 борцов из Чувашской республики. Такой десант высотился в Ульяновске на первенстве Приволжского федерального округа под руководством Смирновой. Это одна из самых больших делегаций, которые борются за 21 комплект наград. При этом специалисты не строят прогнозов насчет победителей. Фаворитов нет, говорят руководители Поволжской команды. Проводя первенство Поволжья среди кадетов, у нас вообще прошло неожиданно. Все, кого мы практически уже планировали в сборную, они стали вторым номером. Появились новые спортсмены, которые доказали, что они могут быть лучше. Ну и надеемся, что и здесь так же это все произойдет. 10 комплектов наград у юноши и 11 комплектов у девушек. На каждом из трех ковров «Фоки Орион» бескомпромиссная борьба. Цель одна – попасть в сборную ПФО для участия в первенстве России. Специалисты констатируют, только со стороны кажется, что юноши и девушки борются одинаково. На самом деле разница колоссальная. Очень много, когда не просто стандартные приемы, а именно вот нестандартные решения, нестандартные законы. Вот в этом отличие. Но девчонки борются более эмоционально. У них вся эмоция, все эмоции написаны на лице. Фаворит Минибаев, мастер спорта Советского Союза, вот уже несколько лет работает тренером в детском доме «Дом детства». В первенстве ПФО участвовали четыре его воспитанницы. Две из них стали призерами соревнований. Алена Платова завевала серебрю награду. Гузель Разливаева – бронзу. Вольная борьба – такой вид спорта, где вот сочетание силы, скорости, выносливости стоит на первом месте. Я всегда ему искренне завидовал. Тем более у вольников ульяновских есть хорошие предпосылки. Та же Туржукова – участница Олимпийских игр. Надеюсь, и мальчишки тоже войдут в состав сборной команды. Сила есть, воля есть, выносливость есть. А за лучшую технику Олимпийский совет учреждает им специальный приз. Обладателем этого специального приза стал представитель Оренбурга Зураб Алиев. Ульяновцам достались шесть наград. Одна из них – золотая. Ее весовой категории до 75 килограммов завевал Артем Лешов. Также призерами соревнований стали Мария Базарнова, Елизавета Камышова и Руслан Искандеров. Спортсмены войдут в состав сборной Приволженского федерального округа, которая выступит на первенстве России. Михаил Асташанский. Новость Ульянской правды.